Итак, давайте посмотрим, как работает инструмент, который я хочу вам предложить. Вот посмотрите, мы говорили с вами о том, что нам нужна целевая аудитория, с которой мы будем работать. Эта целевая аудитория у нас должна уже быть на третьем этапе маркетинга. Это аудитория, у которой вы прекрасно уже знаете и понимаете все проблемы людей, которые в этой аудитории находятся. То есть вам остается только, нащупав все их критические точки, все их проблемы, только предложить решение этой проблемы. То есть это последний этап поиска вашей целевой аудитории. Это та самая группа ВКонтакте, в которой ваша целевая аудитория уже собрана. Вот теперь посмотрите, вот эта группа создана у меня ровно две недели назад. Она была создана у меня 11 апреля. Точнее, если правильно сказать, создана она была, оформлялась она раньше, но вышла в эфир она у меня с 11 апреля. То есть 11 апреля в этой группе не было ни одного человека, кроме меня. Я эту группу решила для того, чтобы показать, как работает АлиТрафик, я решила не приглашать сюда людей вручную. Сюда попали только те люди, которые были приглашены вот этой программой, которую я вам хочу предложить. А теперь посмотрите, какое количество людей за две недели попало сюда, в эту группу. Вот на сегодняшний момент здесь 307 человек. 307 человек пришли сюда, собственно говоря, без меня. То есть это все сделала программа. Но для того, чтобы правильно работала программа, вам нужно будет заранее потрудиться. Вот посмотрите, еще раз повторяю. Видите, 30 марта я начала создавать эту работу. И специально и правильно оформляла группу. И это тоже нужно будет вам обязательно сделать. Каждый абсолютно вот такой вот какой-то значок, какая-то вот информация, какой-то баннер несет определенную какую-то информацию для людей. В данном случае контакты завязаны со мной. Здесь услуги, пожалуйста, вот все они показаны, какие мы можем предложить. Здесь сам Альтрафик, каким образом его купить и как сделать, и как с ним работать. Приглашение на вебинары всевозможные. Вот, пожалуйста, здесь через обучение. Здесь, кстати, показана программа наша, по которой мы будем с вами работать в закрытом режиме в СуперАльт. А сейчас давайте поговорим, как работает сама программа. Программа называется Альтрафик. Она вот в данный момент у меня занимается тем, что приглашает людей в группы. Я сейчас отключу эту работу, чтобы показать конкретно, как она работает и как ее надо настраивать. Итак, захожу вот сюда в управление. И видите, у меня идет работа, приглашение в группе, идет цикл рабочий. Вот этот рабочий цикл, вот, он заканчивается в 12.23. Итак, давайте остановим цикл работы и перейдем в управление. Здесь мы видим с вами, что у нас специально сделана настройка для того, чтобы наш Альтрафик работал. У нас здесь есть пять сторонних аккаунтов. Эти сторонние аккаунты я покупала. Стоят они очень недорого, от 30 до 50 рублей. Этот аккаунт куплен, и он идет вроде бы как под другим именем, но работаю в нем я. Вы знаете, что ВКонтакте и вообще любая социальная сеть продажи не слишком любит. И она очень часто просто блокирует вашу работу. Вот для того, чтобы этого не было, чтобы охват вашей целевой аудитории был как можно больше, закупается вот таких пять аккаунтов. Эти аккаунты настраиваются. Вы имеете логины от них, пароли. Вы можете войти в каждый аккаунт. И посмотрите, здесь у вас для безопасной работы программа. Желательно использовать не более пяти аккаунтов. Это для того, чтобы не было никакой блокировки. Еще раз повторяю, чтобы у вас не было никаких сомнений, программа легальная. Она действительно работает правильно. Она никому не надоедает. Она очень корректно и очень аккуратно работает со всеми посетителями социальной сети ВКонтакте. Итак, мы купили с вами эти пять аккаунтов. Теперь мы с вами должны подобрать нашу целевую аудиторию. Как мы это делаем? Посмотрите, вот у нас здесь есть поиск групп для отслеживания. Я кликаю вот по этой кнопочке. И посмотрите, здесь я могу найти те группы, в которых находится моя целевая аудитория. Ну, например, если я сюда напишу сетевой бизнес, упорядочить группы я буду по количеству пользователей. То есть они самые первые будут у меня самые высоко посещаемые. Естественно, город я беру любой, потому что я работаю в интернет. Я кликаю найти. И посмотрите, у меня появляется список групп, которых есть название сетевой бизнес или просто сетевой, или маркетинг, или MLM и так далее. То есть вы можете подобрать здесь очень-очень большое количество всевозможных направлений. Вот посмотрите, здесь у меня 11 страниц. Всего найдено 543 группы. Какие-то группы у меня отслеживаются. Вот они прямо здесь показаны, что вот эти группы отслеживаются, а какие-то группы не отслеживаются. Ну вот, например, MLM, MLM-база, сетевой маркетинг, бизнес. Эта группа у меня не отслеживается. Для того, чтобы понять, что это за группа, я делаю вот так. Я кликаю по этой плашке, и у меня получается информация об этой группе. Добавить себя бесплатно в базу MLM-спонсоров, и ваши будущие партнеры смогут вас найти в нашей MLM-базе. 10691 участников. Я могу посмотреть всех участников, а могу кликнуть сюда и попросить отслеживать программу эту группу. Кликаю «Начать отслеживание». Всё, у меня пошло отслеживание этой группы. И вот таким образом я нахожу свою целевую аудиторию. Нужен вам продвижение, например, бизнеса. Выхожу в настройки поиска и пишу здесь «Продвижение бизнеса». Кликаю «Найти», и у меня находится группа 876 групп, которые занимаются продвижением бизнеса. Значит, вы здесь можете работать сами, если это действительно вам интересно. Вы здесь можете найти целевую аудиторию. Вы здесь можете предложить этот же инструмент «Альтрафик», чтобы получить быстрые деньги. Теперь вспомните о том, как вы ищете вручную эти группы и сколько времени вы на это затрачиваете. Я не буду останавливаться на этом. Прекрасно знаете, потому что те, кто сейчас сюда пришёл, наверняка уже работал в ВКонтакте. Итак, берём мы обычно группы, стараемся брать группы такие, которых участников больше 10 тысяч, чтобы охват был намного, ну такой, достаточно большой. Выхожу назад и смотрю список отслеживаемых групп. Сейчас мне покажется этот список. Список в списке должно быть 100 групп. Сейчас мы только что с вами добавили одну группу. Зачем я это сделала? Вот посмотрите, вот здесь указано количество новых участников за определённое количество часов. Где я это настраиваю? Я выхожу вот сюда, в фильтр отслеживания, и прошу, чтобы мне показывали новых пользователей за 24 часа. Вы можете найти их за 4, за 8 часов, за 2 дня, за 3 дня. Лучше всего за 24 часа, потому что это люди такие вот активные. Вот они только что, только что работали в интернет. Они только что, только что были в ВКонтакте. Такие горячие люди. Пишу сохранить и просматриваю группы. А теперь смотрите, у меня группы выложены, 101 группа выложена с самого большого количества новых участников до самого маленького. И вы обратите внимание, что в группах обязательно будут люди, вернее, группы, у которых ноль участников новых за последние сутки. Вполне вероятно, что эта группа, ну, будем сказать, неактивная, хотя здесь 18 тысяч человек. Что я делаю? А я удаляю эту группу. Посмотрите. Я кликаю по ней, здесь ноль новых участников. Участников я не смотрю, я просто прошу прекратить отслеживание. И у меня эта группа уходит. Если я сейчас обновлю эту группу, то есть выйду вот сюда назад и еще раз посмотрю список отслеживаемых групп, то у меня их будет ровно 100. Итак, я получила группы, я получила контакты, у меня есть, вернее, аккаунты, от которых будут люди приглашаться. Давайте посмотрим, что же происходит у нас дальше. А дальше я хочу, чтобы у меня приглашались определенные люди. Ну, например, пол для меня не важен, да? Возраст от 30 до 60 лет я беру. Город для меня тоже не важен. Поэтому я оставляю этот фильтр отслеживания и приглашаю его к свою группой людей. Настроили. Теперь выхожу назад и начинаю работать с отслеживаниями участниками. Как работает программа? Я хочу, чтобы очень аккуратно люди обратили внимание вот на этих, на эти аккаунты. В этих аккаунтах у меня молодые девушки, которые целенаправленно работают в определенном направлении. Одна из них работает, например, в направлении моды. Другая работает в направлении фитнеса. Третья работает в направлении вязания, изделий, вручной работе и так далее. То есть это люди, такие обычные аккаунты, совершенно обычные люди. Итак, я просматриваю, сколько у меня за эти циклы работы, циклов работы у меня было всего восемь. Всего восемь раз я включала эту программу для работы. Я смотрю, сколько человек отлайкано всего. Отлайкано за восемь циклов 2140 новых участников. Здесь показаны возрасты, показаны кто онлайн, кто не онлайн. Вот полностью здесь все от и до указано. Я могу посмотреть на этих людей, например, вот кликнув Светлана Соловьева, я могу прямо сразу добавить ее в друзья отсюда. Я могу удалить ее из списка. А теперь посмотрите, я могу сюда ввести текст сообщения или приглашения. То есть я, например, мне нужно пригласить человека на вебинар. Я сюда ввожу сообщение и это сообщение отправляю. Понимаете, здесь все очень просто. Вы можете открыть этого человека прямо в ВКонтакте. Вы можете нажать на вот эту ссылочку и увидеть страничку пользователя ВКонтакте и посмотреть, какая направленность у него. Итак, закрываем. Что я делаю? Я просматриваю здесь. Иногда я даже этого не делаю, когда мне некогда, потому что мне нужно, чтобы работал за меня робот. А время мне мое дорого. Я знаю, что он не ошибается. Поэтому я делаю следующее. Я запускаю цикл лайканье. Ставлю вот здесь галочку и кликаю запустить цикл. И начинается рабочий цикл. Причем, посмотрите, когда идет работа, то вот эта галочка будет постоянно меняться. То есть человек, извините, программа будет лайкать новых людей, новых людей, которые пришли в эти группы. То есть не постоянная вот такая вот работа будет, а аккуратненькая очень работа по установке лайков от разных аккаунтов. А вот теперь, пока эта работа идет, я вам скажу следующее. Вот в связи с этими, с этой работой, видите, постепенно идет, началась работа. Вы здесь видите, во сколько она началась. И она будет у вас продолжаться дальше. Пойдет процесс лайканье. Вот такой процесс должен идти 4 часа. Это оптимальный вариант, когда идет 4 часа. То есть за это время практически всех новых пользователей ста групп программа успевает посетить и оставить свои лайки. Когда человек видит, что на него обратили внимание, он обращает внимание на вас. И у него уже вызывается какое-то доверие к вам. Что мы делаем дальше? Посмотрите, вот сейчас прошло, часть, вот от этого аккаунта была галочка. Теперь смотрите, вот галочка где стоит. Прямо показано, что вот Дашенька Климова лайкает. А здесь Люба Исламова лайкала. Вот сейчас Серафима Романова начнет лайкать. Вот видите, вот перескок прошел. Вот так от каждого аккаунта идет эта работа. Но я останавливаю эту работу, то есть останавливаю цикл и ставлю галочку вот здесь, добавление в друзья. После того, как вот вы нашли целевую аудиторию, то есть вы нашли ее из тех групп, которые вам нужны, люди туда пришли, но по своей воле в эти группы, значит, эти группы их интересуют, да, поэтому именно там ваша целевая аудитория. И вы эту целевую аудиторию, ну, так сказать, приблизили к себе, нашли. Вы этим людям, которые получили лайки от программы, вы приглашаете к себе в друзья. И все это делает, опять же, робот. Запускаем цикл, запустите цикл. И начинается работа. Вот. Светлана Горецкая отправлена заявка в друзья. Сейчас какое-то время пройдет, следующая работа будет отправлена заявка в друзья. Видите, действие от аккаунта Тайк Кутепова. Вот, пошло сюда. Отправлена заявка в друзья. То есть вам не нужно будет заходить конкретно, отправлять, тратить время и так далее. И еще один момент, на который я хочу обратить внимание. Вот посмотрите, в той группе, которую я вам показала, там у нас 307 человек, вот на 12 часов было, да, но у вас вот здесь вот есть еще 5 аккаунтов. И в этих 5 аккаунтах, в каждом аккаунте, вот на сегодняшний день, в среднем 150 друзей. Вот и умножьте на 5 аккаунтов, это опять целевые люди, которые предлагают вам какой-то бизнес, а вы в ответ должны предложить свой бизнес и так далее. То есть здесь такая должна быть очень грамотная работа, о которой мы будем говорить с вами на закрытых занятиях. Итак, 150 человек в каждом аккаунте, это считайте 750 человек здесь, плюс 300 человек в группе, и получается, что у вас 1150, нет, сколько, 1050 человек за 2 недели у вас целевой аудитории, то есть людей таких, которые, ну, действительно интересен ваш бизнес. Я останавливаю этот цикл, и дальше идет цикл приглашения в группу. Ставлю здесь галочку и пишу запустить цикл. И сейчас идет действие от аккаунта Тая Кутепова. Вот посмотрите, здесь идет прямо работа внутри самой программы. Вы здесь можете посмотреть, например, вот новый человек добавился в друзья, да, ну, вот не успела я, перескочила на другой аккаунт. Здесь постоянно идет работа. Я не буду сейчас вам это показывать и останавливать, пусть он у меня работает дальше. Мне просто хотелось показать вам, как это вот здесь все легко и просто, в то время, пока вы занимаетесь совсем другими делами, как ваша программа, вот посмотрите, 150 друзей, как ваша программа работает без вас, выполняя вот эту вот всю черную работу, на которую необходимо отдавать огромное количество времени. Итак, я надеюсь, что я смогла вам, вас убедить и показать, насколько хорош этот робот. еще на что нужно обратить внимание здесь, это на то, что робот очень грамотный. Он никогда не повторит лайк в одном и том же месте. У вас никогда не получится так, что ваш робот будет спамить. Вот посмотрите, две недели усиленной работы робота, ни с какой стороны не идет никакой блокировки. Я знаю, что все, кто работает с этим роботом, практически заморозки аккаунтов, но я не слышала, чтобы была заморозка аккаунтов. То есть работа идет очень четко, очень размеренно, очень грамотно. То есть давайте посчитаем 307 друзей в группе за 8 циклов. Это получается, что где-то 40 друзей приглашается за один цикл. Это очень хорошая работа. Итак, для того, чтобы решить ваши проблемы вашего бизнеса, то есть проблемы маркетинга, все три цикла выполняет вот эта программа. Это поиск целевой аудитории, мы сейчас с вами смотрели, выяснение информации о проблемах этих людей. Это идет работа у вас в переписке, здесь уже вам придется поработать, как живому человеку, но это все равно не столько времени вы тратите, здесь у вас уже готовая такая горячая аудитория. И следующий цикл люди пришли уже в группу к вам, и вы им предлагаете решение их проблем. Вот все три шага маркетинга, они все лежат вот в этой программе. Спасибо. Спасибо.